здравствуйте дорогие друзья да и главный редактор народно-самского радио один из основателей называет меня алексей орлов я хочу что сегодня донести и о чем порассуждать вот мы сейчас говорим про мсу местное самоуправление а что такое мсу по образу и по сути ведь если мы не понимаем образ а просто произносим слово то тогда мы не понимаем а какая цель то то есть говорим 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 ну печка слова какая мартеновская печь буржуйка какая печка далее так просто бутафория который имелись поэтому надо разобраться что такое мсу а из этого у нас и появится понимание что такое управление для чего она кто управляет чем отличается управление от власти руководство ну и само собой что нам делать когда мы все это понимаем тогда все о чем мы здесь говорим оно сложится потому что русский язык это образный язык каждый образ живой синонимов русском языке нет не буду сейчас семинар читать это уже неоднократно проводил такие эксперименты люди просто сидят 200 человек в зале и с ума сходят там и чему учились тогда получается вот так вот управлять слово управление местное самоуправление да вот управлять можно чем лошадью машиной ну согласно да группы людей но при этом можно и не быть хозяином этой машины то есть управление это не подразумевает что ты хозяин понимаете да дальше вам могли доверить вам могли поручить вас могли назначить право руководство и власть что такое вот все не были разговоры я понимаю про почему отправилась такой разговор но давайте от корням русского языка обратимся да может быть мы найдем ту самую печку от которой нам танцевать владеть не то же самое что руководить управлять нужно совместить эти образы и понятия из исходя из исконных представлений и исконных образов тогда мы правильно будем друг друга понимать и у нас не будет разнотолков и тогда мы найдем общие слова и тогда вообще все будет хорошо замечательно между нами никакой вражды и напряженности не будет владеть может тот у кого совместимы хочу могу и надо вот смотрите управляющий машиной шофер он не хочет может быть ехать туда ну таксист а ему надо да и он может а бывает так что не могу но хочу и в общем то надо от когда хочу могу и надо совпадает вот это хозяин хозяин положение хозяин ситуации ты можешь много что сделать чувствуете разницу вот эти три элемента хочу могу и надо когда совпадают то тогда ты хозяин хотя бы вот вот здесь данном месте как ты можешь это делать хочешь и надо и получается так что вот руководить и управлять тоже кстати может и кто угодно даже и наемный и даже раб вот другими рабами поставили или лошадь там альшака он гоняет на все нормально и там вот как раз это могу хочу и надо могут совпадать а вот такие хозяева тогда вот хозяин всегда если отталкиваться от нашего исконного понимания образа это тот кто бережливый ответственный расчетливый то есть он без расчета не будет просто так топором махать он не будет рубить абы что лишь бы только срубить как рабу давай руби и он рубит или копать сюда до обеда и он копает да поэтому хозяин тот кто имеет определенную цель есть и у него есть стратегия у него есть план и есть выполнение исполнения этого всего поэтому хозяева должны быть обязательно хозяева жизни и земли вот если нет земли но тогда какая жизнь тогда хозяйственным может быть только хозяин может быть только тот кто радеет за что-то это те которые и творят и созидают это те которые приумножают но не грабят хозяину грабить не надо вор чужой отнимает а у хозяина свое есть но чужой не зарится никогда вот что хозяин поэтому хозяин это не временщик хозяйство какой может быть временщик он думает на годы вперед как развиваться вот будет выступать очень интересный человек здесь сидящий вам расскажет как нам они планировали и чего из этого получилось да расскажешь ну вот но самое здесь что важно понимать что только вместе сообща без угнетения уж такое хозяйствование когда сам по себе ты кулак а у кулака всегда есть кто холопы всегда есть подчиненные рабы наемные так далее они уже не свободны и получается что тогда его хозяйство встанет на грани разрушения они могут что-то украсть разрушить ну какая разница то понимаете холоп то пришел они наняться для чего чтобы себя обогатить за счет кого за счет буржуя кулака и встает вопрос а вот это вообще как если мы человеке то мы способны понимать мир понимать себя семью общество в этом мире а вот если мы животные в телах человеков то используя свои человеческие возможности вот эту вот машинку мы превращаемся в сверх умных изощренных паразитов согласны вот и все если у тебя нет высшей цели человеческой то есть с божественной искрой сейчас говорят то тогда ты просто животные с очень хорошим мозгом и ты будешь занимать свою нишу чтобы других подавлять как курятники там клюй ближнего как и на нижний смотри по повышенному да вот такой принцип но вот вот посмотрите где мы сейчас живем судя по тому что творит с нашим миром с нашими телами там землей ну мы далеке человеческого согласны нет но что делать возникает вопрос надо понимать для чего мы хозяйствуем какая цель хозяйствования вот опять же россия возвращаясь к этому на основе какого мировоззрения мировосприятия и мира понимания недостаточно этого мировоззрения вот я смотрю на стаканчик вот он стоит стаканчик я же возрею на него да но мне еще надо воспринять что это такое а еще потом надо это и понимать что это такое понимаете да увидел воспринял проанализировал понял про получается что вот в паразитарном надо развиваться либо человеческом вот если человеческое то тогда потребуется понимание опять же как я уже говорил кто я там кто такие родители родственники так далее там подобное ну и об этом рассказано в своих семинарах родование жить без страха управление судьбой там славян русской варновость это наше древнее знание сейчас не буду как семинар устраивать просто кому интересно в доступе все есть обратите на это внимание и очень многим помогло кстати вот александр федорович тоже сказал что там это все у нас было однако недостаточно понимать себя людей и мир для жизни нужно заниматься делами которые позволяют поддерживать и обеспечивать жизнь свою жизнь своей семьи своего рода общество мира только совместно на правильное мировоззрение с правильными целями на и так далее правильными шагами по правильным планам все должно быть и что это такое это природосообразное сообразие это осознанность это человеколюбие это общинность то есть кооперация кооперация это общее дело переводится если на русский язык переводить co operation то есть общее дело на основе безденежной а значит без налоговой экономики вот сейчас и спросить а кто знает вообще что такое безналоговая экономика и уверен что будут разные разные разговоры про это а ведь это очень все просто и у меня даже семинар есть но такой маленький семинар truly рассказывается о выгодности безналоговой экономики для страны для всей страны для каждого общинника для каждой артели для каждой организации безналогова экономика это величайший рост который даже превысит тот сталинский рост который был когда-то просто в разы превысит безналоговая экономика если мы запустим, а где без налога экономика, там не нужна уже денежная экономика. Когда мы уходим от денег, мы тогда становимся... Это не говорит о том, что мы должны идти на рынок и кастрюльками обмениваться. Ты спички, я кастрюльку и так далее. Нет. Там будет своя учетная единица, она будет по-другому рассматриваться. Она не будет привязана к тем деньгам, которые в мире присутствуют и от которых наш Центробанк там печатает, паразитарная система внедряется. Банки, которые дают проценты в рост и так далее, они становятся не нужны. Но это отдельный разговор. В общем, концепцию я представлял в докладе «Новая экономическая политика. Россия XXI века». Примерно так он называется. Где не деньги, как посредник через посредников банки. Банки-посредники и деньги-посредники. Получается, двойной посредник. А то, что требует человеку для жизни. Сразу и здесь, сейчас. Тебе нужно ехать? Ну, езжай. Зачем деньги? Тебе нужно жить в квартире? Ну, живи. Зачем тебе платить, если ты на государство трудишься, на общину трудишься, мы тебе даем деньги, потом из кармана у тебя забираем. Если ты производишь что-то для государства, зачем тебе еще налогами обкладывать? Ну, понимаете, облагать. Если ты для государства, для народа это все даешь. Ты добыл. Мы тебе дали, сколько нужно по договору. А дальше это все наше, что ты добыл. Понимаете? Получается, мы с тебя копейки больше не возьмем. Мы тебе дали столько, сколько по договору должны дать за сделанную работу. Но все, что ты добыл, это теперь народное. Ты перерабатываешь, мы тебе заплатим за переработку. Ты хранишь, мы тебе заплатим за хранение. Ты продаешь, реализуешь. Мы тебе за каждый реализованный граммчик, не знаю, сантиметр, миллиметр заплатим. Но это все наше. Представляете, эти все деньги остаются в нашей казне. Какие еще нафиг налоги нужны? Сейчас это все расходится везде и куда только не ехать, в офшоры, куда угодно. Почему? Да потому что нет народной экономики. Нету. А это вот как раз прямая народная экономика. Так вот, если мы будем применять наработки, проверенные тысячелетиями, в древности, да, они же рабочие, иначе бы Руси не было. Да, ее много раз пытались уничтожать, там на княжество делили, внедряли чего-то, какие-то чужеродные чего-то там, кучу-кучу. Но жива Русь-то была. Да, подрались князья между собой, да, там чего-то, но она осталась жить. Сколько не дробили, все равно, и еще разрослась, как шегли на растянуть. И вот, и то же самое, ближайшие какие-то наработки, они тоже у нас есть. Мы должны этот опыт весь объединить, сложить, выбрать самое лучшее, и самое главное, обратить внимание на ошибки, потому что самое дорогое – это ошибки. Счастливы-то все люди одинаково. А вот когда каждый делает ошибку, а другой не знает, что эта ошибка сделана, все равно, что по минному полю каждый пытается пройти самостоятельно. Но если ты подорвался здесь, все, поставили там, или минер нашел, поставил, сюда не наступай. Значит, ты сохранил жизни многим, и сюда уже не наступят. Или как лоцманская карта, где там рифы какие-то, мели и так далее. Ошибки, проблемы – вот чем надо делиться в первую очередь. И, естественно, собирать самый лучший опыт, который здесь тоже об этом будет рассказывать, который был в Советском Союзе, который был у старообрядцев, который был еще в общинах до старообрядцев, до христианства. Это все наше. Сталин ничего не придумывал на самом деле. Он взял за основу то, что было, исходя из возможностей того времени. У нас возможностей сейчас в разы больше. Если он планировал пять часов в трудовой день, до этого, шесть-пять часов, мы сейчас и два часа можем вообще-то трудиться, просто посидеть, посмотреть, да, и пойти там физически позаниматься, и самообразованием, с детьми там и так далее. Потому что сейчас роботизация на таком уровне, который Сталину не снилось. Он при минимальном количестве роботизации, где там, условно, там на ишаках делалось, ну, в кавычках, естественно, да, там, на угле. Он мечтал и предлагал планы. Пятичасовой рабочий день. Для чего? Да чтобы человек человеком становился, а не чтобы он как это ишак там. Так вот, поэтому, если мы вот эти все наработки будем использовать, в том числе и славяно-русской варности, другие, то в этом случае не смогут в руководство, управление и власть попасть случайные люди, какие-то там рвачи и паразиты. Вот о чем здесь сегодня и говорилось, о том, что должны быть выборы понятны, прозрачны, об этом тоже, там, статья есть, семинар, можем это сложить, и все очень красиво будет, на самом деле. Если он просто и доступно и понятно. Для осуществления плана НЭП, то есть, новой экономической политики России 21 века, предусмотрены переходные шаги. Их всего четыре основных шага. Каждая из них длится от пяти до двадцати пять лет, в зависимости, как пойдет. Потому что мы сейчас отравлены цивилизацией такой степени, что мама дорогая. Мы все кричим, давайте совместно, давайте за дело. А когда дело доходит, все что-то и по кустам, по своему, какая-то у маршака, да, или кто там по болотам там сидит. Ну вот. Дальше. Кооперация. Не по лекалам должна быть кооперация. Нас ведут по флажкам, ложным. Ложным. Нас учат делать одни и те же ошибки. Нас учат танцевать на граблях. Не надо мыслить, как нам предлагают не другие. Надо мыслить по-другому. И такие мысли есть. Но при этом надо без нарушений законодательства. То есть вот хитро. С одной стороны, не вестись, как нам говорят, а с другой стороны, сделать так, чтобы не было нарушений. И это возможно сделать. Кстати, с использованием тех ресурсов, которые есть. Капиталисты подготовили для нас ресурсы. Они даже не понимают, что они сделали для нас. А мы даже не представляем, что этот ресурс мы можем использовать и получить сразу свою торговую сеть без вложения серьезных средств. они будут нам еще зарплату платить. Они нас будут обеспечивать доставкой. Они нас будут обеспечивать товарами. Они нас будут рекламировать. Это все очень дорого стоит сегодня. Реклама, доставка и так далее. И мы еще будем зарплату за это получать. И создавать свою сеть. В дальнейшем мы скажем, ребята, теперь вы нам не нужны. Через годик, через два. И причем это мы можем сделать сразу по городам и весь. Сразу. За полгода мы можем всю страну сразу своей сетью закрыть. Сейчас говорят, а где нам сбывать? А как совместные закупки? Да вот так надо посмотреть. Чуть пошире просто. Немножечко. А не так, что вот, давайте мы сейчас откроем свою торговую точку и нас сразу налогами задушат. А давайте кооперативные. А нам проверочки придут. И потом через два годика нам скажут, а в эту налоговку ходили. И такие там насчитают проценты. А вот то, что мы можем сделать, это все откидывает в сторону. Потому что мы будем делать легально на их поле. Мы как ламехузовых в муравейнике будем. Но они же в нашем муравейнике порылись. Ламехузами были. Они же отравили. А почему мы не можем это сделать с их муравейником? С паразитарным? Можем же, правильно? Поэтому мы должны использовать свои вот эти древнейшие наработки, учитывая современность, учитывая опыт дальней и ближней. И все, и начать делать. И еще нужно создание ЦСКУ. Центр сборки, координации и управления. Ибо у негодяев есть и центр координации, и центр управления, и центр планирования, и фонды свои есть, и производство, и сеть избыта. И главное, есть цель, которая их всех связывает. Очень простая. По принципу курятника. Подавить всех, кому им не нужно, всех закабалить, всем что-то раздать, чтобы потом все были должны. Очень простая цель, чтобы подняться над другими. А там дальше они между собой разберутся. Только тихоря. При души там кому-нибудь. Ну, как у масонов принято. Шарфиком при души сказали, помер от сердечного приступа. Нормально. Но это будет тихо у них сделать. Они это не будут выносить. Для нас, для всех. Так вот, к чему я все это говорил. МСУ, местное самоуправление. Безхозяйственной деятельности, безответственных человеков в кооперации, то есть в совместных делах и самообеспечении и так далее, невозможно. Если мы отделяем местное самоуправление от кооперации, кооперацию от местного самоуправления, если мы сюда не включаем профсоюзы, это все отдельные тычки, непонятно куда. И причем это все будет все равно разваливаться даже внутри. Нам нужна вот эта самая ромашка. Желтый центр. Это ведущие, понимающие, умнейшие люди, которые видят картину целиком. И каждый лепесточек – это подразделение, министерство, где тоже ведущие, только уже по этим направлениям. Свой круг, малое, большое управление. В каждом лепестке свои управления. И это все действовало и в древности, и не так давно. Это все действовало. Нам надо только возродить это, не нарушая, не ломая страну. Мы не разрушители, мы державники. Наша задача – усиливать страну, не нарушая, но при этом по тем принципам, которые наши, человеколюбивые, природосообразные, о чем сегодня здесь говорилось. Дело в том, что капитализм – это последняя стадия паразитизма и раковые опухоли на нашей земле. Так что для нас, никто, кроме нас, вот этот лозунг должен быть. Для нас, никто, кроме нас. Помните Махатма Ганди? Великий Ганди, Махатма Великий. Что он говорил? Только со своими, только для своих. Ни в коем случае с поработителями не взяв взаимодействовать. Вообще не покупайте ничего у них. Они же пришли вам продать, а вы не покупайте. Они же пришли, чтобы вы на них пахали, а вы не пошите, только со своими. Не обслуживайте, не разговаривайте, И что случилось? Они все ушли, но убили потом Махатма Ганди, и поэтому сейчас начну кричать, но вот, Индию же разделили, на Пакистан, там война была гражданская, там и так далее, разделили, и опять там все равно эти. Махатма-то в этом не виноват, идея-то его сработала, а то, что не удержали это, вот эти вот, недалекие, ну это уже не проблема Махатма. Не уберегли дядьку, не сделали то, что надо. Вот поэтому пришло время нам объединяться и здравствовать, используя все наработки из нашего великого прошлого, и если на местах будут народные хозяйства, то естественным продолжением будет власть народа на местах. Вот представляете, вся страна, это кооперативное взаимодействие, это центр сборки и управления, вот эта ромашка, которая вся страна, это и есть первичная власть из самых достаточных людей, хозяев, которые радеют за каждую гаечку, за каждый стажок, не дай бог, что-то он там нарушит, потому что он с другими взаимодействует. И модель Чертаева здесь прекрасно работает. И Валентин Игоревич тоже работал по схеме, очень похожий, и взаимодействовал не только внутри страны, но еще и за рубеж. И так наши предки взаимодействовали. Вы старообрядцев посмотрите, что они творили. Как они вообще гонимые? Их засылали там, неизвестно куда, на новые территории, в Сибирь, на север. Они через год создавали свои артели, свои пути. Они потом в Москву и в Питер привозили товары с севера, с юга, с запада. Казаков кормили. Они все создавали, Екатерина на них положилась, потом опять их грабанули, потом еще положили. Их убили, они крепчали. У меня тоже семинар есть про старообрядцев, экономика, за что убивали старообрядцев и староверов. Посмотрите, там интересно, там совершенно другая подоплека. Их убивали не потому, что они там против церкви шли, никоновской. Нет. Их убивали, потому что не были силы. Как и староверов тоже убивали. Старообрядцы и староверы это не совсем одно и то же. Ну, сейчас не будем ненавидеться. Так вот, а когда на местах мы сами себе хозяева, то мы уже власть народа по всей стране. Потому что центр сбора, координации, управления у нас един. Понимаете? И мы не просто каждый свою сыпалку там хрюкает, а мы все вместе что-то делаем. Мы как вот шаг в шаг. Вот здесь появилось и по всей стране распространилось. Там появилось. И я тоже начинаю делать, потому что опыт. Как это франшиза называется у них, да? У негодяев. Ну, так давайте и мы то же самое сделаем французам. Ну, мыло и мехуза должны быть. Понимаете? Не высовываться, не кричать, не бузить, а спокойненько это все сделать. Спокойно. Без крови и потрясений. Так вот, а если это власть народа по стране, только это уже и народные фонды. Но же производство есть. Поскольку и производство, и товарообороты, и кооперативные школы, и здравый досуг, и МСУ, это все наши. А если хозяин местного самоправления, там уже вот так вот подыграть не получится, когда все село, где выбирается кто-то или вот объединение поселка, все приходят и конкретно выбирают вот этот человек открытым сходом, и это подтверждается прямо здесь и сейчас, вот прямо на выборах. А местное самоправление выбирается у нас периодичность установлена. Представляете, вы за это время стали хозяевами, вы всех своих доверенных, своих кооперативов, там объединений, артелей, вот сказать, вот, Вася будет, вот это будет, ты будешь этим заместить, вот команда вся приходит, и все приходят просто, там несколько тысяч человек на выборы. И вот этих прямо выбирает, прямо голосовывает, говорит, вот мы проголосовали, и каждый берет и отмечает, кладет сюда. Даже если не пытать что-то скрыть, уже не получится. Да, вот туда вот залезть трудновато будет, но когда вся страна будет наша, все местное управление наше, следующий шаг какой? А следующий шаг уже тот, о котором мы здесь говорим. Паразитов нет там, где этих паразитов не кормят и не содержат. Если мы не пользуемся их рабочими местами, их товарами, их магазинами, если мы не воспитываем своих детей у них, а воспитываем их сами, если мы сами поддерживаем свое здоровье, то паразитам здесь что делать-то? Ну подумайте сами. Вот так просто, без потрясений крови, мы можем вернуться в состояние народа, хозяина своей земли. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова